Детский сон Прежде всего мы обращаем внимание на матрас. Неудобный матрас, что-то где-то жмет, некомфортно, не выспались. В общем, матрас для адекватного сна. Это очень-очень важно. Я хотел бы сегодня поговорить с вами о том, как выбрать матрас правильно. Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, что детские матрасы – это не просто маленькие матрасы взрослых. Нет, они отличаются не только размерами, но прежде всего это важнее, чем само понятие размер. Они отличаются конструкцией. Итак, матрасы для детей до года, как правило, содержат только особую пену. Ну вот примерно вот такую. Эта пена может иметь разную плотность, но кроме пены матрас ничем больше не наполняется. Там нет никаких пружин, никаких плотных кусков. Вот только это. Вот есть такой наполнитель матраса. И вот примерно в таком готовом изделии внутри только это и больше ничего. Матрасы для детей от года до трех уже содержат пружины. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот взрослые, они привыкли вот к этим вот самым здоровенным пружинам во взрослых матрасах. Вот в детских матрасах это даже не пружины, а пружинки. Вот они примерно вот такие вот. И как правило, конструкция нормального матраса для детей от года до трех, она примерно такая. Идет вот примерно вот такой слой пены, потом идут вот эти маленькие пружинки и особый материал, напоминающий войлок, похожий на войлок. Вот так вот сделан матрас внутри. А вот когда речь идет от трех лет и до подросткового возраста, то здесь уже пружины. Вот уже реальные пружины. Вот они примерно такие. А дальше все то же самое. Как мы понимаем, вот примерно так. И я хотел бы обратить ваше внимание на то, что нормальные производители, когда делают матрасы для взрослых, то матрасы для взрослых отличаются от матрасов для подростков. Там тоже все побольше. Вот пружины еще больше. То есть, друзья мои, почему-то мы все совершенно спокойно относимся к тому, что обувь для малышей, для детей, для подростков, для взрослых разная. А матрасы, ну, пойди к бабушке до кровати. Это принципиально неверная позиция. Детские матрасы, как вы понимаете, имеют свою особую конструкцию. А теперь то, на что я хотел бы обратить ваше особое внимание, когда вы пойдете в магазин выбирать матрас вашему ребенку. Итак, мы отправились в магазин приобретать детский матрас. Ну, конечно же, первое, на что мы обратим внимание, это на то, как он выглядит. На то, из каких материалов он состоит. Это материалы современные, качественные, дышащие, которые приятны на ощупь, не раздражают кожу, трение об которых не вызывает особых проблем. Опять-таки, эти материалы, как правило, легко сохнут. Кроме этого, для нас очень важно заглянуть внутрь. Мы это сделать, как правило, не можем. Зеркало, вот заглядывание внутрь, это фактически наличие сертификата качества. Сертификат говорит о том, что данное изделие соответствует критериям безопасности примитивно к конкретному возрасту. Более того, сертификат на данный матрас говорит о том, что все, что внутри, тоже соответствует. И пружины, и пена, и клей, и так далее. Ну и последнее важнейшее требование к безопасности, это строгое соответствие размеров матраса размерам детской кроватки. Ребенок не имеет возможности засунуть между матрасом и кроваткой ногу, руку, голову и так далее. Сделали правильные выводы, ну тогда спокойной вам ночи и комфортного дневного сна. Редактор субтитров А.Семкин